Жалобы есть? А что вы так волнуетесь, сердечка? Пульс зашкаливает, ладони мокрые, голос дрожит. Обычное явление в кабинете у врача приемной комиссии военкомата. Осенний набор в армию в самом разгаре. 70% призывников западного округа Белгорода уже прошли все процедуры. От обычного волнения, говорит медик, вылечат в армии. Там и тело закалят, и дух. Главное не пропустить такого призывника, кому воинская служба может навредить. Я боюсь пропустить больных. Моя задача разобраться, чтобы ребенок попал по назначению в те войска, которые соответствуют его здоровью. В здоровье призывника Бобкова медики не сомневаются. К службе в армии годен. В какие войска распределят Владимира, он пока не знает. Молодой человек призывается будущей весной. Но заранее определился с тем, чем бы хотел заниматься на службе. Намерен стать водителем большегруза. Мне домой пришла повестка о том, что надо пройти комиссию. Ну, я пришел и потом решил, что если иду в вооруженные силы, значит, надо сдать на права. Ну, и вот сегодня пришел, сдал комиссию. И вот иду учиться в ДСАФ. Вообще, по статистике, последних лет в армию идут с большей охотой. Этой осенью только из военкомата Западного округа по Белгороду защищать Родину отправятся 355 человек. 235 из них уже готовы к службе. А желающих откосить стало в разы меньше. С розыском будем так говорить, как раньше мы занимались этим, гораздо легче стало. И в розыске у нас осталось на сегодняшний день 54 человека всего. Если раньше было несколько сотен. Зато количество желающих служить по контракту и поступить в высшие военные учреждения, наоборот, увеличилось. В этом году поступило в высшие военные учебные заведения Министерства обороны в 7,5 раз больше, чем было в прошлом году. Обучение в высшевоенном учебном заведении со второго курса начинается по контракту. И военный студент, курсант, получает от 12 до 15 тысяч рублей в месяц. Деньги для студентов по современным меркам неплохие. Хорошие оклады у тех, кто идет служить по контракту. А таких по западному округу Белгорода уже набралось более 70 человек. Анастасия Милославская, Павел Емелин. К этому часу Белгород.